Этего года в результате Воронежской Касторнинской наступательной операции части 60-й армии полностью освободили сам Воронеж. И это ведь имело колоссальное стратегическое влияние на весь ход войны. Гитлеровское командование вынуждено было это признать. Говоря о причинах своего поражения под Сталинградом, одно из главных назвали отвлечение сил и средств на Воронеж. Достоин командовать фронтом. Отсюда начинается победный наступательный курс Черняховского. Верно, от моего родного Воронежа. После его освобождения следует Курск, о чем впоследствии А.М. Васильевский напишет. Еще более блистательным результатом оперативного руководства со стороны молодого командарма явились боевые действия его армии при взятии Курска. Город был взят в течение суток. И тут же, без оперативной паузы, по решению Черняховского начинается новая, Льговско-Рыльская наступательная операция. Начав ее вроде бы на второстепенном направлении, командующий 60-й армии вскоре превратил это направление в главное для всего фронта. Стремительно были освобождены Рыльск, Глухов и сотни других населенных пунктов. Мне, несшему тогда скромную полковую службу и на короткое время перед ранением возглавлявшему штаб полка в соседней армии П.И. Батова, не раз приходилось слышать восхищенные отзывы командиров частей и соединения об удачливости молодого генерала. Однако очень скоро всем стало ясно, что это не просто какая-то случайная удачливость. Делами он это доказал. Именно. И доказал весьма впечатляюще. Проявил себя мастером Суворовского натиска и маневра, кинжальных клиньев во фронты противника. Образцово показал, как надо воевать не числом, а умением. Его 60-я армия действовала тогда в составе Центрального фронта, которым командовал как Арокосовский. Да. И Рокосовский не раз давал высочайшую оценку командарму. Особенно в битве за Днепр, на киевском направлении в августе, сентябре 1943 года. «Принимаю решение перенести главные усилия на левый фланг фронта, то есть в полосу 60-й армии», – писал Константин Константинович. А Черняховский развивал наступление, к вечеру 31 августа продвинулся уже на 60 километров и расширил прорыв по фронту до сотни километров. Войска 60-й армии, преследуя разбитого противника, овладели Конотопом, еще через три дня – Бахмачом. Южнее этого города были окружены и после двухдневного боя разгромлены четыре вражеские пехотные дивизии. 15 сентября после короткого боя войска Черняховского освободили Нежин. Дорога на Киев была открыта. Родные его места. Можно представить, с каким чувством Иван Данилович освобождал их от фашистов. А теперь для нынешних киевских властителей он уже не герой, у них герои совсем другие. Это не просто печально, это трагично. Знаменитый Днепровский бросок Черняховского вошел в мировую историю военного искусства, а власти на Украине сегодня об этом даже не вспоминают, кощунственно внедряя иные приоритеты. Советские победы и победители им поперек горла. Но разве можно забывать и тем более чернить такую поистине великую славу? За форсирование Днепра Иван Данилович ведь был удостоен звания Героя Советского Союза. Да, первый раз. Второй, летом 1944, после освобождения Минска и Вильнюса, когда он уже командовал Третьим Белорусским фронтом. А за операции по освобождению родной Украины его наградили еще орденом Богдана Хмельницкого. Символично, не правда ли? Еще бы! Иван Черняховский, Иван Кожедуб и другие украинца, герои Великой Отечественной, как и Богдан Хмельницкий, это настоящая слава Украины. И, конечно, по праву, заслуженно в апреле 1944 года 37-летнего И.Д. Черняховского назначают командующим Третьим Белорусским фронтом. Этому предшествовало обращение к И.В. Сталину от 7 марта 1944 года, подписанное вступившим в командование Первым Белорусским фронтом Г.К. Жуковым и членом военного совета, по своим знаниям и умению управлять войсками командующий 60-й армии генерал-лейтенант Черняховский вполне заслуживает звание генерал-полковника. В сравнении с Москаленко, Гречка и Рыбалка, Черняховский стоит гораздо выше. Вот так, по-военному прямо, без дипломатических ухищений и вывертов. Этожуков и Рокоссовский убедили Сталина в том, что Черняховскому можно и нужно вверить командованию фронтом. Впрочем, Верховный к тому времени и сам достаточно знал выдающиеся способности и воинское мастерство молодого генерала, не сомневался в нем. Обратите внимание, одновременно Первым Белорусским фронтом командовал Г.К. Жуков, Вторым Белорусским, как Арокоссовский, а Третьим – И.Д. Черняховский. Самый молодой советский полководец новой формации, достойно продолживший лучшие традиции военачальников Красной Армии и обогативший их своим новаторским творчеством. Советские победили германских, а не наоборот, вы отметили Черняховского как достойного представителя советской военной школы. Между тем, сколько усилий предпринято нашими недругами, особенно за последние годы, чтобы доказать, будто советские генералы и маршалы воевать-то не умели совсем. Но почему-то победили, да? Уму непостижимо, каким фантазиям прибегают и за рубежом, и в пятой колонне, чтобы только принизить нашу победу. Однако надо же конкретно сравнивать и анализировать, дабы правда четко видна была каждому. Помните, я говорил о двух встречах Черняховского с германским генерал-полковником фон Бушем в самом начале войны? Так вот, была у них еще и третья встреча, когда Иван Данилович принял командование войсками Третьего Белорусского фронта, противостояли ему соединения группы армии Центр, возглавляемой теперь уже фельдмаршалом фон Бушем. Ничего не скажешь, интересное совпадение. Белорусская операция под кодовым названием «Багратион», начавшаяся 3 июля 1944 года, стала для Черняховского одними из самых ответственных моментов жизни. И свой талант, свои знания и опыт он использовал здесь сполна. Его двойные и нарастающие удары пехотных и танковых соединений в лесных и болотистых местах, внезапные контрнаступления, приводившие к расчленению и окружению войск противника, теперь изучаются в военных академиях. Он зарекомендовал себя как уникальный мастер ранжирования механизированных, пехотных и кавалерийских атак, массированных огневых подавлений сильно укрепленных бастионов врага, а также других тактических новшеств. Судьба подарила мне возможность, что называется, снизу восхищаться и частично притворять в жизнь стратегические замыслы двух выдающихся творцов военного искусства, К. Каракосовского и Д. Черняховского, а точнее, руководимых ими соседствующих армией при взаимодействии во время разгрома Бобруйского котла. По детально согласованному плану была уничтожена и пленена сильная группировка вражеских войск. 30 дивизий, а в результате освобождены из столицы Советской Белоруссии и значительная часть территории республики. То есть фельдмаршал фон Буш, давний знакомец Черняховского, был крупно бед. Да, основательно. Я уже сказал, что за успехи в операции Багратион Ивану Даниловичу было вторично присвоено звание Героя Советского Союза, и он стал генералом армии. А вот фон Буша, отнюдь не с почетом, Гитлер отозвал в Берлин, назначив на его место фельдмаршала Маделя. Но он тоже не сдержал Черняховского. Какое там? Хотя новый германский командующий в срочном порядке подтянуло все оперативные резервы, чтобы восстановить линию обороны, войска Черняховского продолжали стремительно двигаться вперед. И 13 июля 1944 года они освободили столицу Советской Литвы, город Вильнюс, а 17 августа первыми вышли на границу Восточной Пруссии. О памяти, совести и кощунстве, Восточно-прусской операции суждено было стать последнего фронтовой биографии Черняховского. Что стоило бы о ней сказать? Сказать стоит много, и написано про нее немало в разных исследованиях и военных учебниках. Достаточно отметить хотя бы то, что здесь в составе групп германских армий Центр и Север было сосредоточено столько же войск, сколько их было у противника на берлинском направлении. Особое значение придавал этой операции Верховный Головнокомандующий, а для гитлеровцев чрезвычайной задачей было отстоять невероятно укрепленный бастион Пруса Чества. Так что на второй день штурма, начавшегося 13 января 1945 года, наши войска были контратакованы крупными силами противника, поддержанными три местами танками и штурмовыми орудиями. Но Иван Данилович предпринял мудрый маневр, и на пятый день операции тактической озоны обороны врага была прорвана. Это начало, а впереди бои-бои. Горько, что уже не Черняховскому предстояло завершить разгром врага в его прусской цитадели. Вплотную подошли к крепости Кёнигсберг, обложили ее с трех сторон. Знаете, мне хочется сейчас отойти от военных подробностей и затронуть другую сторону темы, которая приобрела нынче, прямо скажу, крайне болезненный характер. Для меня и, уверен, для вас, для многих. Скажу о памяти и беспамятстве, о совести и кощунстве. Об отношении к советским воинам со стороны тех, кого освободили они. Напомню про памятник Черняховскому в Воронеже, о котором говорили вы. А ведь памятник этот перевезен сюда из Вильнюса, где в свое время был установлен. Войска Черняховского этот город освобождали. Причем вот что отмечу. Когда черняховцы вступили в Литву, где три года назад Иван Данилович начинал войну, командующий, чтобы сохранить от разрушения замечательный город, приказал не бомбить его и не обстреливать из тяжелых орудий. Вильнюс был взят в результате обходного маневра. И литовский народ выражал тогда полководцу безмерную признательность за это. Но что произошло потом? Как только рухнул Советский Союз, начались покушения и на памятник, и на могилу Черняховского, который именно здесь был похоронен. Пришлось перевозить останки генерала в Москву, а памятник – в Воронеж. Какое горе, какая боль. А теперь и в польском городе Пененжно, который был немецким и, когда здесь погиб Черняховский, назывался Мельзак, националисты требуют снести памятник советскому герою. А ведь он погиб и за то, чтобы на этой земле, в этом городе люди говорили на польском языке. Вопиющее святотатство и полное попрание совести. С тем же мы сталкиваемся по отношению к памяти маршалов Толбухина, Канева, других советских полководцев и военачальников, так много сделавших для спасения народов в странах Восточной Европы, для сохранения их городов и памятников. Наши воины себя не щадили ради других, а в ответ – такая черная неблагодарность. Выходит, фашизм кому-то милее и дороже. Недобитые айсэсовцы, новоявленные их последыши или заблюды бесчинствуют на Украине, демонстративно вышагивают по городам Прибалтики. Позор! Да еще чудовищно искажают, фальсифицируют благороднейший образ тех, кто сокрушил фашизм. Противопоставляя им внешне лощеных, а по сути бесчеловечных гитлеровских вояк. Кто же реально, спрашивается, истинные гуманисты. То, что на пряжках у фашистов значилось с нами Бог, такое сверхлицемерное прикрытие и вместе с тем кричащее разоблачение свирепо их жестокости, а по час самого настоящего людоедства. И это цивилизованное из Европы. Нет, подлинный гуманизм был на нашей стороне, и это как никогда проявилось в годину той страшнейшей войны. В образах наших советских полководцев, тоже. Вот мы уже говорили немного, каким изумительным человеком по своим нравственным качествам был Иван Данилович Черняховский. А какая высокая внутренняя культура. Даже на фронте, в редкие минуты затишья и отдыха, его можно было застать за книгой. Он прекрасно разбирался в литературе и искусстве, великолепно играл на гитаре и пианино, отлично пел и мог даже дуэтом исполнять сложные оперные фрагменты со знаменитым солистом Большого театра Максимом Дормидонтовичем Михайловым. По инициативе командующего в его войсках был создан лучший фронтовой ансамбль песни и пляски. Да ведь и песни какие были у нас во время войны. Ничего подобного, даже близко, у фашистов не было. И не могло быть. Недаром пелось в знаменитой священной войне, как два различных полюса, во всем враждебны мы. За свет и мир мы боремся, они, за царство тьмы. Советская страна и фашистская Германия, это действительно были два в корне различных полюса. А нынче их норовят уравнять. Сталина уравнивают с Гитлером, коммунизм, с фашизмом. Большое кощунство по отношению к нашей великой победе невозможно вообразить.